Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Большинство теоретических вопросов уже позади, поэтому можно переходить к более практикоориентированным вопросам. В этом видео мы обсудим типы ордеров, а также их назначения. В уроке, который был посвящен торговой платформе, мы уже научились открывать и закрывать сделки. Теперь же обсудим этот вопрос более детально. Напомним, что торговый ордер – это поручение брокеру с условиями открываемой или закрываемой сделки. От того, какое именно поручение мы направляем, зависит тип ордера. Прежде всего, обозначим рыночные и отложенные ордера. Рыночные или маркет-ордера являются наиболее быстрым способом войти в рынок или зафиксировать результат сделки. Чтобы открыть сделку маркет-ордером, нужно просто нажать кнопку «Buy» – «Купить» или «Sell» – «Продать» в окне подачи новой заявки. Вызвать окно подачи новой заявки можно несколькими способами. Первый – это нажать кнопку «Новый ордер» в верхней панели торгового терминала. Также можно нажать правой кнопкой мыши по графику или по названию валютной пары слева от графика в окне «Обзор рынка». И далее выбрать пункт «Новый ордер» или «Торговля». А самый быстрый способ открыть окно нового ордера – нажать кнопку «F9» на клавиатуре. Как мы уже отметили, затем нужно просто выбрать направление сделки, то есть «Sell» или «Buy». Тут же мы увидим информацию об открытой позиции в окне под графиком. Отложенные ордера, в отличие от рыночных, позволяют открыть сделку позже, но на заранее оговоренных условиях. Это очень удобно, так как если вы не имеете возможности находиться перед компьютером, но обозначили для себя важный ценовой уровень или знаете о предстоящей публикации новости, например, то сделка может открыться без вашего участия, но на заранее оговоренных условиях. Итак, открываем окно нового ордера, любым из указанных способов. Выбираем в строке «Тип ордера» – «Отложенный ордер». И далее нужно указать, какой именно ордер мы собираемся выставить. Их также существует два типа – «Лимит ордера» и «Стоп ордера». «Лимит ордера» используется в случае расчета трейдера на отбой от какого-то уровня, а «Стоп ордера» в расчете на пробой уровня. Разберем ситуацию на примере. Сейчас цена пары евро-доллар 1.06.95. Если мы хотим продать по достижению уровня 1.07.66, то на этой отметке нужно выставить ордер «Селл лимит». То есть цена должна, по нашему предположению, вырасти до указанного уровня 1.07.66 и затем отбиться от него. При этом наша сделка откроется по максимально выгодной цене вблизи этого важного уровня. Открыв сделку на продажу и рассчитывая на отбой от этого уровня, мы можем заработать довольно серьезную прибыль. И аналогичная ситуация. Если мы рассчитываем, что цена сначала дойдет вниз до отметки 1.06.23, а затем произойдет отбой от этого уровня и цена вновь вырастет, нам нужно поставить ордер «Бай лимит» на отметке в 1.06.23. Разберем несколько иную ситуацию. Если мы рассчитываем на пробой уровня и продолжение движения цены после пробоя, то нужно использовать ордера «Бай стоп» или «Селл стоп». Например, сейчас цена находится на все той же отметке 1.06.95, но при этом мы понимаем, что если будет пробит уровень 1.07.14, цена может пойти дальше вверх. Поэтому нам нужно выставить ордер «Бай стоп» сразу за уровнем 1.07.14. По цене, например, 1.07.17. В таком случае цена, пробив этот уровень, может пойти выше, и мы откроем сделку только после пробоя данного уровня. Аналогичная ситуация с ордером «Селл стоп». Если мы рассчитываем, что цена после пробоя уровня, например, 1.06.54, пойдет дальше вниз, нам нужно просто выставить ордер «Селл стоп» за этот уровень. Например, по цене 1.06.53. Как вы могли заметить, отложенные ордера можно выставить напрямую с графика, нажав правой кнопкой мыши по графику, и во вкладке «Торговля» выбрать тот ордер, который нам необходимо поставить именно в той отметке на графике, по которой мы нажали правой кнопкой мыши. Например, если мы находимся на уровне 1.07.65, то по этой отметке можем выставить ордера либо «Селл лимит», либо «Бай стоп». И в таком случае мы либо рассчитываем на отбой от этого уровня, либо предполагаем скорый пробой данной отметки. Рассмотренные выше ордера относились к открытию сделки, но после входа в рынок нам также нужны инструменты для управления позицией. Поэтому самое время познакомиться с ордерами «Стоп лосс» и «Тейк профит». Итак, «Стоп лосс» – это ордер, который позволяет ограничить наши убытки. Допустим, мы открыли сделку на покупку нефти по цене 54.15. Но понимаем, что при пробитии отметки 53.50 снижение данного актива может заметно ускориться. Поэтому мы просто ставим «Стоп ордер» по цене ниже, чем уровень 53.50. Например, на отметке 53.45. Если цена пойдет против нас, то наши потери будут небольшими и, что самое главное, заранее известны для нас. То есть мы можем просто просчитать наши риски. Перед открытием сделки важно обозначить для себя и целевой ориентир для фиксации прибыли. То есть найти тот уровень, где мы будем закрывать сделку. Такой ордер называется «Тейк профит». Если мы купили все в той же точке по цене 54.15, то «Тейк профит» можно поставить вблизи следующего круглого значения, например, вблизи уровня 55, либо возле важного уровня сопротивления. Подробнее с уровнями поддержки и сопротивления мы ознакомимся в курсе по техническому анализу. Цену «Стоп лосс» и «Тейк профит» можно обозначить сразу перед открытием сделки в окне нового ордера, либо можно добавить их позже во вкладке «Торговля» и «Редактирование ордера». Обязательно потренируйтесь на демо-счете и несколько раз откройте сделки различными способами и различными ордерами, после чего стоит постепенно осваивать торговлю и на реальном счете. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!